Сегодня мы поговорим про достаточно редкого гостя, а именно ГАЗ Соболь, он же 2217 Баргузин. Нынешнего владельца зовут Борис, он живет в городе Екатеринбург. Мужчине в первую очередь потребовался автомобиль для работы, нужен был просторный транспорт для перевозки запчастей и прочих небольших грузов. Когда перебирал различные варианты, то решено было остановиться именно на ГАЗ-2217. Борису пришлось за ним ехать в другой город, так как в Екатеринбурге достойных вариантов не было. Около 10 лет Баргузин использовался для работы, как и планировалось. Автомобиль хорошо справлялся с перевозкой запчастей, конечно ломался на постоянной основе, но как есть. А спустя время наступил самый интересный момент, Борису ГАЗ стал уже родным, абсолютно каждую мелочь мужчина знал. Как выяснилось, но машина идеально подходила не только для перевозки небольших грузов, но и для семейного отдыха. Поэтому было решено закончить эксплуатацию Баргузина, как грузового транспорта, и переделать его во что-то более достойное, именно про это мы сегодня и поговорим. На данном снимке можно увидеть, как Соболь выглядел внешне до доработок. Обычный серый автомобиль, ничего примечательного. Поэтому владелец решил исправить этот момент. Началось все с мелочи, к примеру установки омывателя фар, необходимые запчасти были взяты от других моделей ГАЗ. Позже были заменены боковые окна. Отличались они от родных только внешним видом и форточками. Дальше Борис начал думать насчет дисков, ведь всем известно, что в автомобиле они очень важны. Поэтому Борис решил докупить новые диски с шинами для своего любимца. Дальше по плану было изготовление бамперов, их владелец делал с нуля, отливал макеты из ДВП и ДСП, которые допиливал и доводил до нормального состояния. На задней части газ были заварены любые отверстия, теперь она максимально гладкая. Полностью переделана передняя оптика и задние фары. Перед покраской вся ржавчина была удалена. Для некоторых мест использовалась антикоррозийная паста КППС. Такая же есть и у меня. Ее преимущество в том, что она не стекает, проста в нанесении, не повреждает основной металл, удаляет стойкие окалины. Проверим пасту на капоте и двери газели. Наносить пасту на поверхность нужно толстым слоем, после нужно подождать хотя бы 30 минут и удалить остатки пасты с помощью шпателя или влажной ветоши. Вот такой результат получился у меня. Для лучшего эффекта можно нанести пасту еще раз. Кого паста заинтересовала, для тех оставил ссылку в описании. Переходите и заказывайте. Поддержите отечественного производителя. Когда внешний дизайн был закончен, то мужчина определился и с цветом, им стал просто черный. Внутри также были доработки, переделаны дверные карты, установлена аудиосистема, между водителем и пассажирским отсеком появилась перегородка. Мужчина изменил даже приборную панель под себя. Было много переделок, о которых даже сразу и не вспомнить. Все делалось с любовью и просто для себя, в качестве хобби. Борис часто путешествует на автомобиле, была доработана техническая часть, чтобы не возникали трудности в дороге. За почти 15 лет владения все стало родным и известным, поэтому любая проблема решалась очень легко. Вот таким образом мужчина взял для работы газ-соболь, но по итогу переделал его в стильный автомобиль черного цвета, который сейчас точно привлекает внимание, если сравнивать с прошлым обликом.